Здравствуйте, уважаемые телезрители. На заре независимости республика оказалась один на один с огромными богатствами, но без технологии, используя которые возможным стало бы грамотно их извлечь и переработать. Да и вообще технологии в то время стране были жизненно необходимы. Благодаря непростой работе государства в страну стали приходить зарубежные инвесторы. Они же привозили в республику новые технологии и создавали производства, на которых мы с вами, уважаемые казахстанцы, имели возможность получить новые знания и стабильную, хорошо оплачиваемую работу. А какие преимущества, по-вашему, мы, по сути, получаем, открывая в стране производство с участием известных зарубежных компаний? И для чего нужно привлекать их в республику? Я думаю, мы, во-первых, принимаем мировой опыт, международное сотрудничество, также осваиваем мировой рынок, можно сказать. Привлекать зарубежные бренды в страну, это отражается на имидже страны, как очень развивающей стране. Во-вторых, это необходимо для нашей промышленности. Производя такую продукцию, мы, прежде всего, приобретаем опыт, перенимаем опыт зарубежных наших коллег и также повышаем имидж нашей страны на мировом рынке. Прежде всего, это нужно для того, чтобы перенять опыт и в последующем самим производить такую продукцию. А это и рабочие места, и зарплата. Ну, прежде всего, мы перенимаем опыт, мы сами можем наладить такое производство. И вообще, Казахстан узнают на международном пространстве, что известные компании придут сюда со своими технологиями, которые помогут нам в Казахстане уже наладить свое производство. Еще больше производств, еще больше рабочих мест. Рабочих мест, находясь на которых, мы выполняли бы работу, связанную с созиданием, лишенную монотонной, однообразной механической составляющей. А что нужно сделать, чтобы таких иностранных компаний в нашей стране становилось больше? И кто должен заниматься такой работой? Мы должны заниматься, наверное, ведомственные органы, министерства. Мы должны повышать инвестиционную привлекательность. Это образуется путем, наверное, каких-то налоговых преференций и еще каких-то льгот. Для этого им нужно создать соответствующие условия, чтобы им было здесь комфортно работать. Ну, я думаю, этим должны заниматься министерства, которые должны рассказывать о преимуществах нашей страны, вернее, о вложении инвестиций в нашу страну и прочее. Действительно, одних только рассказов казахстанских бизнесменов и туристов за рубежом о привлекательности нашей страны было бы недостаточно. Работа по привлечению инвестиций должна быть системной. Казахстан как бренд должен быть на слуху. Кому-то надо за каждой этой компанией ходить и их привлекать сюда. Так делают нормально работающие страны. У нас этого нет. Мы должны определиться. Я же говорил правительству, кто этим будет конкретно заниматься. Какое ведомство. У нас есть такие люди, которые умеют говорить и привлекать. Мы смогли привлечь порядка 30 транснациональных корпораций из списка Global 2000. Это Alstom, General Electric, Dannen, Heldenberg, Rio Tinta, Hyundai и многие-многие другие. Все развивающие страны развивались благодаря привлечению транснациональных компаний. Почему? У них есть менеджмент, у них есть база для торговли, у них есть связи, у них есть деньги, у них есть технологии. Поэтому всем предлагаю думать и смотреть, чтобы их привлекать к работе, чтобы им удобно было здесь работать. Технологии, помноженные на наше трудолюбие и ответственность, безусловно, принесут нам свои плоды. Любознательность и стремление к новым знаниям, которые и приведут нас в светлое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова